Во всех регионах и даже в космосе. Общероссийский народный фронт организовал совместный просмотр послания президента Владимира Путина федеральному собранию. Глава государства выступил накануне ровно в полдень. Так, обращение Верховного Главнокомандующего при технической поддержке Роскосмоса увидели на борту Международной космической станции. В Москве, к примеру, трансляцию организовали в аэропортах, крутили ролики и изображения с цитатами президента, также на медиафасадах, билбордах, вагонах метро. Нижегородцы смогли прослушать выступления на стадионе, а представители власти, общественности, спортсмены и политологи Ульяновского региона объединились в зале областного дворца книги. Правы оказались те многочисленные политологи-аналитики, которые предполагали, что президент начнет и главный акцент в послании адресует вопросам внутри страны, прежде всего вопросам социально-экономическим. Для каждого гражданина именно демографические показатели, как количественные, так и качественные, всегда были неким очень важным индикатором того, что страна развивается. Хочется отметить, что Владимир Владимирович впервые обращается к федеральному собранию в начале года, дабы сразу обозначить позицию решать стратегические задачи. В этот раз президент действительно решил начать послание с демографии. От того, сколько детей родится в России, зависит многое, подчеркнул Путин. Так он предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от 3 до 7 лет с 1 января этого года. В среднем выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц. Продлил программу материнского капитала до конца 2026 года и увеличил сумму при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч. Также почти полмиллиона женщин начнут получать за первенца. А всех учеников с 1 по 4 классы школ Владимир Владимирович обязал обеспечить бесплатным горячим питанием. Есть логика тоже и характерная для нашего общества. Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Вот мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно. Бесплатное качественное питание в школах должно быть введено с 1 сентября, добавляет Владимир Путин. Он также отметил важность роли учителя, поэтому ввел доплату классным руководителям – не менее 5 тысяч рублей. Это одна из мотиваций, которые будут педагоги, наверное, вкладывать. Они не так, как вкладывают душу в детей, а у них будет прямая мотивация работать более искренне, более отдачливо с нашими детьми. В своем выступлении президент также упомянул национальный проект «Культура», реализация которого началась в прошлом году. В частности, на оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств страны направлено 8 миллиардов рублей. Ульяновская область принимает участие, как и вся страна, в национальном проекте «Культура». И мы, в частности, в 2020 году получим из федерального бюджета более 17 миллионов рублей на оснащение 4 детских школ искусств музыкальными инструментами. Следующим этапом для нас станет 2022 год. Мы также получим из федерального бюджета на оснащение еще 4 школ. Совместный просмотр Российский народный фронт организует второй раз. Впервые общественники, политики и жители встретились в таком формате, когда Владимир Владимирович в конце декабря отвечал на вопросы журналистов. Тогда акцию совместного просмотра ежегодной пресс-конференции поддержали 100 активистов. Прежде всего должны осознать, что сказал президент и какие поставил задачи, как они варьируются с национальными проектами, которые определены в суперуказе от 7 мая 2018 года. И после этого мы уже в штабе определим, какие направления мы будем решать именно касаемо демографии, здравоохранения, образования. Представители регионального штаба ОНФ помимо Дворца книги организовали совместный просмотр послания в районах Ульяновской области. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ.